Приветствую, на связи Борис Сколов с сайта visasam.ru. В предыдущих видео мы очень много говорили о Дубае. Очень многие думают, что Дубай – это высотки, небоскребы, каменные джунгли. Но сегодня я хочу вам показать Дубай с другой стороны. В этом нам поможет Зара. Привет, дорогой, очень рада тебя видеть снова. Привет, привет. Если вы не смотрели наше предыдущее видео, Зара рассказывала о своем переезде в Дубай, о личном опыте обязательно посмотрите. Ссылка будет под этим видео. Обязательно посмотрите, там много интересного. Да, а сегодня нам Зара покажет Дубай с другой стороны. Давайте лучше Зара сама расскажет, так как она меня попросила приехать в одно очень интересное место. Зара, куда мы приехали? Мы приехали в совершенно потрясающий, втаенный уголок, природный. Все началось в 1971 году, когда шейха Зайда увезли в ретрит из Абу-Даби. Он устал от своих дел, он разрабатывал план развития Дубая и Абу-Даби. И, в общем-то, неспроста его дача, резиденция вилла была расположена именно тут. Тут было обозначено как раз ее расположение, потому что она одинаково удалена от Дубая и Абу-Даби. И вот тогда основой его стратегического плана развития ОАЭ было, что Дубай и Абу-Даби должны развиваться разными векторами, но с одинаковой силой. И он понимал, что если он, его семья, его дети, племянники, племянницы, они будут здесь, то это будет, конечно, моментом привлечения внимания. Но здесь было высажено в 1971 году огромное количество деревьев и оливковых деревьев, разных цитрусов, лимонов, апельсинов. Когда мне это первый раз рассказывали, если честно, я даже не совсем до конца вот это все понимала. Сюда было завезено три вида оленей, косуль точнее, которые изначально были дикие, но сейчас здесь уже проживает их третье поколение. Они совершенно ручные, чудесные бэмби, как я их называю, и более 25 пород различных птиц. Также только что здесь пробегала белка, для меня это вообще было откровение, показалось, что я где-то в Европе. И еще один такой интересный момент, что в середине 25-го года, когда будет сдаваться поселок, он будет сдаваться весь разом. И по концепции проекта внутри поселка запрещено ездить на автомобилях. Именно потому что здесь просто животные живут на свободе вместе с людьми. От себя хочу добавить подробности по этому объекту. Можете найти в нашем телеграм-канале. А мы сейчас проезжали действительно потрясающие территории. Если честно, я в шоке. Мне очень напомнило Европу. Какой-то лес, животные. Но совершенно не вяжутся с Дубай. Ну знаешь, да, я на самом деле, первое мое впечатление было тоже очень необычное. Я сюда попала как-то не планируя, так оно все сложилось. Случайности не случайно. Нас сюда пригласили просто посмотреть. И я такая подумала, ой, ехать из Дубай, это где-то вот на полпути до Абу-Даби. Наверное, это будет далеко. 25 минут, ребят, из Дубай-Марины. То есть, в принципе, из Бизнес-Бэй до Дубай-Марины обычно, если мы едем в будний день, ну, это 35 минут. То есть ты едешь по широкой прекрасной дороге скоростной, и это 25 минут. Я ездила и в выходной день, я ездила в будни. Сегодня у нас вторник, если я не ошибаюсь. Я сюда приехала, думаю, господи, что за заповедник. С 70-х годов деревья, они разрастались свободно, как по природе. И, кстати, и благодаря этому здесь всегда температура на 3-4 градуса ниже, чем в Дубае, в Абу-Даби, потому что здесь везде есть тень, здесь можно укрыться. Ну, и, конечно, если посмотреть на цвет этой воды, уважаемые друзья, ее, кстати, не красят. Ну, пойдем поближе к воде, посмотрим. Потрясающе, конечно, ты идешь, вот вокруг тебя олень. Птички, ты идешь сквозь эти деревья, и ты уже удивлен, и тут в конце бам, и перед тобой просто открываются Мальдивы. Я такого цвета воды, ну, такого цвета воду не видела, на самом деле, нигде вообще в УАЭ. И, мне кажется, ну, тут вообще и сама стилистика вся такая паназиатская, и на это есть причины, но я об этом чуть попозже расскажу. Хорошо. Ну, что, Зара, как вот я понял, эта земля принадлежит Шейху, ты мне рассказывала. И здесь только он строит, не продает никаким компаниям. Совершенно верно, да. Протяженность вот этой береговой линии, ну, вообще вот этой дороги, которая из Дубая, когда мы едем в сторону Абу-Дайби, мы видим такой высоченный, нарядный забор. Вся эта земля принадлежит королевской семье, она никогда не будет не сдаваться в аренду, не отдаваться под какие-то проекты, только под их проекты собственные. То есть компания полностью государственная, по юрисдикции она принадлежит Абу-Дайби. И, кстати, если, к слову, свидетельство о собственности DLD в Дубае, это 4% от стоимости покупки, а здесь это 2%. Тоже приятно. Ну, и у вас будет прописка в столице. Ну, Абу-Дайби ведь официально стоит. Да, я и говорю, что прописка будет столичная, приобретая здесь недвижимость. Ну, и вообще, это такой некий закрытый клуб, скажем, здесь был подписан контракт с одной из топ-велнесс-клиник, велнесс-отелей в мире. Это испанский бренд «Ша». И, честно вам, хочу сказать, что, несмотря на то, что и в Швейцарии, и на Комо есть обалденные велнесс-клиники, но все равно самые известные мировые – это Мальдивы, Сейшелы и, по-моему, Оман. Зара, расскажи, вот вообще, есть тут какие-то объекты недвижимости? Что здесь продается? Я думаю, очень многим интересно. Ну, действительно, шикарные территории. Смотрите, тут, конечно, вот просто рассказав все это, я сама себя слушаю и понимаю, что, если сравнивать с Пан-Джумейрой, например, где, ну, туристическое место, классное. Мы все любим Пан-Джумейру, там есть первая линия, но там нет природы. И, конечно, там, ну, скажем так, достаточно шумно-тусовочно и так далее. Хотя, конечно, Пан-Джумейра – это Пан-Джумейра. Есть другой поселок, как Эмирейтс-Хиллс или Джумейра-Гольф-Эстейт, который зеленый, который с привезенными дубами из Африки. Все шикарно, но там нет моря. И вот появляется поселок, где 200-300 метров из вашей виллы, пешая доступность до вот такой вот бирюзовой воды и вокруг еще деревья и животные. То есть, на самом деле, это такой вот all-in-one. Кажется, что цена должна быть, ну, наверное, 6-7-5, я не знаю, миллионов долларов за такую виллу, потому что есть два варианта продукта здесь. Первый – это четырехспальная вилла 500-550 квадратных метров, внутренняя площадь, которая стоит на участке 6 соток. И второй вариант, который предлагается, это 700 квадратных метров, построенный на 7 сотках. Ну и вот представьте себе, что в последней фазе продажи, к слову говоря, сейчас ничего нет в продаже вообще, потому что последняя фаза, она вступит в силу где-то через 2-3 недели. И пока вот мы, слава богу, у нас близкие отношения с руководством компании, мы очень надеемся для наших клиентов все виллы забрать. То есть, нельзя ничего купить? Нельзя ничего не купить ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Их просто купить нельзя. А вот я слышал, ну, реально, это очень объект интересный. Пойдем ты покажешь, кстати. Стоимость четырехспальной виллы, которая расположилась на участке, 6 соток. Она в последней фазе стоила примерно 4 миллиона 300 тысяч дирхам. Сейчас в новой фазе она уже подорожала. Ну, как правило, так и бывает. И это последняя фаза. Чем меньше остается предложение, чем больше спрос, конечно, цена растет. Она будет уже, наверное, где-то 4,9. Но, несмотря на это, стоимость за квадратный метр в долларах – это 2 900. Ну, то есть, это вообще в голове не укладывается. 4 900 в долларах – это 5 тысяч в Дубае средняя цена. Сам знаешь, в каких иногда районах. Ну, а вилла, которая расположилась на участке 7 соток и билд-ап – это примерно 650-750 квадратных метров. Она будет уже по цене близка к 6 миллионам дирхам, что, в общем-то, пропорционально размерам, ну, квадратам, как участка, так и самого строения. Ну, меньше 3 тысяч за метр. Если вы хотите задать какой-то вопрос Заре и спросить более подробно об этом или о других объектах, то ссылочка для связи будет в телеграм-канале. Но я не удивлен, что тут все разбомбили при такой разнице в цене. Расскажи, кстати, ранее ты мне немножко упоминала, что тут был какой-то ажиотаж, что даже в день продаж ничего нельзя было купить. Да, это совершенная правда. Это было примерно сейчас уже месяц назад. Наша компания была аккредитована для того, чтобы наши заказчики, заказчики компании Палладим Риэлти могли стать счастливыми обладателями своих юнитов. Стоимость бронирования была 90 тысяч дирхам. Но так получилось, что в том запуске было всего 60 вилл и 30 вилл. Запуск должен был быть в субботу. Но 30 вилл в четверг были отданы, скажем так, отошли королевской семье на подарки кузенам и кузинам. Их осталось всего 30. Вы представляете, какое количество людей хотело приобрести в субботу утром. Поэтому, когда мы встретились за день в пятницу с директором по продажам в данной компании, слава богу, у нас близкие уже отношения, дружеские, это огромное преимущество для Палладим Риэлти. Еле-еле, еле-еле мы смогли просто заблаговременно забронировать. И уже ночью все это происходило. Мы не знали вообще, как выбрать. Нам хотелось максимально близко к воде. Ну, в общем, нам хотелось четырехспальную виллу. Все получилось. Заказчик доволен. Я еще более довольна. Но, к сожалению, да, были истории, были истории, которые развивались здесь во время лаунча прямо на наших глазах. Когда, ну, скажем так, не такие опытные брокеры, не такие серьезные, не побоюсь этого слова, компании. К сожалению, пришлось в тот день разочаровать своих заказчиков, потому что им ничего не досталось. И, скорее всего, не достанется и в следующей фазе, потому что мы уже месяц как... То есть закончилась та продажа, и мы уже начали готовиться к следующей. И на данный момент вот у нас четыре виллы, которые мы очень планируем из последующих ста забрать. Смотри, вот как я понял, здесь еще почему такой ажиотаж? Потому что элитная недвижимость в Дубае, особенно в таком районе, это лимитированный спрос. Абсолютно, абсолютно лимитированный, потому что очень маленькое количество юнитов. Их в районе четырех ста, из которых две трети уже распроданы. И оно не то, что распродано, а оно просто было задано королевской семьей. Поэтому тут еще все понимают, какие будут соседи. Еще это первая линия. Да и 25 минут из Дубая на машине. И на самом деле, с одной стороны, концепт вроде был такой, что это люди уже, которые накопили капитал, они уже хотят отдыхать, они уже взрослые. Но, и ведь я слышу постоянно от молодых семей, которые много путешествовали, жили в разных странах. Супруга работает в Абу-Даби, а муж в Дубай, например, или наоборот. Но 25 минут до одного города, 25 минут до другого. Это великолепное расположение. А в субботу вы проснулись с своей семьей, и вот с чашечкой кофе вы выходите на веранду, делаете 200 шагов, и у вас потрясающий пляж, баунти. Ну вот тут я еще понимаю, что ведь если ты хочешь с инвестиционной точки зрения покупать, это, я думаю, очень отличное вложение по стране с теми же моментами. Это уникальное вложение. Я хочу сказать, что здесь, не побоюсь этого слова, 99% покупателей приобретают эту недвижимость для собственного проживания. И это только еще больше провоцирует желание приобрести ее. То есть ее никто не продает практически? То есть есть небольшой какой-то процент людей, но и то, знаете, это, скорее всего, просто какое-то решение принятое, например, не проживать в Дубае, или по личным обстоятельствам, да, там нужно уйти в деньги условно. Но для тех, кто здесь проживает, он просто живет и понимает, как его актив, то есть капитала пришельщина, оно растет и растет, и в любой момент ты можешь это аккумулировать и реализовать. Именно потому что предложения нет, а спрос растет. И вот сейчас закончатся последние 100 вилл, и на этом все. Эту ситуацию я вижу часто, что лимитированная, эксклюзивная недвижимость в Дубае пользуется гораздо большим спросом, чем студии, потому что, ну, как я понял, студий много тысячи, не миллион, не знаю, сотни тысяч. Но когда они будут потом выходить на рынок, и многие из них будут демпинговать, этот рынок вам придется конкурировать с тысячами и тысячами людей. А здесь, когда вы понимаете, что это всего 400 объектов, из которых там, ну, я не знаю, может быть, 3% выйдет на продажу, вы считаете, какое это количество и каких людей, среди какой публики. По ссылке в описании, пожалуйста, в наш телеграм-канал. А еще раз повторю, меня зовут Зара, и я буду рада вам помочь и дать консультацию в дальнейшем, или сопровожу, или кто-то из моих ребят с радостью окажет вам максимальный сервис на самом высоком уровне. И поверьте, если вы хотите быть обладателем виллы, тут с нами у вас все получится. Рассрочка есть? Рассрочка есть, да и непроста. Есть рассрочка до ключей беспроцентная, а далее, если вы хотите еще пост-хендовер, после ключей на 2 года взять еще дополнительную рассрочку, там будет небольшая добавленная стоимость, но, тем не менее, такая возможность у вас есть. От себя хочу добавить, смотрите, я очень редко записываю видео какой-то вау-эффекта, потому что привык, что, ну, сказок не бывает. Но когда вот я сюда приехал и посмотрел именно этот объект, ну, однозначно его стоит рассмотреть, потому что, ну, я действительно был поражен и потрясен. Оно 2800 долларов за квадратный метр здесь, когда в Дубае средняя цена 5000, причем это застройщик, который... За масс-маркет, да, 5000 за масс-маркет, я бы сказала, потому что то, что в Дубае уникальное, оно уже за 10 перешло, если мы говорим о каком-то продукте, при том здесь же еще европейский бренд, понимаешь, и он накладывает как в выборе материалов отделочных, которые натуральное дерево, травертин, гранит. И, ну, вообще, когда ты входишь в cooperation, в collaboration с каким-то известным мировым европейским, тем более брендом, то здесь как бы такие restrictions достаточно серьезные. Ты не можешь просто там строить кто во что гораст. Единая стилистика, интерьер, экстерьеры, ну и, конечно, сервис должного образа. То есть, если ты находишься тут, и ты приобрел здесь недвижимость, все, тебе не нужно уже ездить по Дубаю постоянно, вот эти вот отели, бич-клабы, у тебя просто все есть, не выходя из дома. А потом наступает понедельник, садишься в машину, 25 минут, а ты на работе, если надо. Если есть какие-то вопросы к Заре, ссылочка в описании под этим видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Будут интересные вещи, я вам обязательно буду выкладывать. В том числе и самые интересные объекты из Дубая. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok